Беларусь сегодня простилась с народным артистом Советского Союза Игорем Лученком. Человек, чья музыка десятилетиями звучала из радиоприемников от Калининграда до Владивостока. Менчанин, который повышал свое композиторское мастерство в консерваториях Ленинграда и Москвы, вернулся в Беларусь, чтобы прославить свой родный код за тысячи километров. Его песни знает, пожалуй, каждый на постсоветском пространстве. Гражданская панихида прошла в Доме офицеров. За три часа проститься с маэстро пришли сотни людей. Одним из первых возложен венок от президента Беларуси. Множество цветов, как знак почтения любимому композитору, прощались с маэстро близкие, друзья и коллеги, а также те, кто знал Игоря Лученко лишь по телеэкрану. О человеке, с которым ассоциирует национальное песенное искусство Елена Бормотова. Дом офицеров в траурных атрибутах. Уже у входа черные ленты на белых колоннах, скорбная музыка и молчащий рояль. Прощание с народным артистом Советского Союза Игорем Лученком проходит здание, которое для композитора значило очень много. Даже встречи с журналистами, как правило, он назначал здесь. И эта сцена неоднократно становилась бенефисной для композитора. Сегодня она в черном бархате с приглушенным светом. Портрет Игоря Лученка – работа его друга, фотографа Юрия Иванова. Знаменитый перещур глаз, так знакомый всем его близким, которым так сложно поверить в уход. Он был оптимистом и комсомольцем. Потому что он всегда говорил, мне 27 лет, в 28 лет выходит из комсомола. А он еще не вышел из комсомола. Он действительно... Потому что так же, когда он в быту, когда он получил первую премию Ленинского комсомола, он ее даже не получив, он же всю сумму отдал в фонд мира. Лученок – это имя-синоним и имя-бренд белорусской песни. Закончив Минскую консерваторию, он продолжал учебу в Ленинграде и Москве. Ученик Тихона Хренникова, произведения которого исполняли Кобзон, Лещенко, Песняры, Сябры, сотни песен и множество симфонических произведений. Игорь Лученок стал первым белорусом, кому заложили звезду на Аллеи звезд в Москве. Великие творцы, которые створяют великую музыку и кладут на эту музыку тексты, они живут до того часа, пока живут живая их творчесть. В этом смысле глубоко перкананы, что его великое испадчина будет с нами в течение. Вечная ему память. В августе Игорь Лученок отметил 80-летие. Юбилейные мероприятия проходили еще в прошлом месяце. Он принимал поздравления от коллег, друзей, учеников. Ведь Лученок несколько лет был ректором консерватории. А сегодня эти люди приносили цветы уже в память о нем. В прошлом году уговорил Игоря, Игоря, давай сделаем отпечаток твоей руки. Он, правда, не сразу дал согласие. А потом говорит, да, надо, но надо в правую руку. Правая рука у меня более мощная, сильная, потому что я и больше работаю. Вот надо ее оставить на память. Первый венок от главы государства. Это не только дань памяти композитору, который прославил Беларусь во всем мире. Ведь песни Лученка звучали со всех радиоприемников Советского Союза. Это личная благодарность президента. Александр Лукашенко не раз встречался с народным артистом. Оба преданы Беларуси, оба помнят и чтят историю. А его «Мой родный куд», который с детства знает каждый беларус, многие считают народной песней. Через искусство к миру и взаимопониманию. Награда от президента Игоря Лученку на Славянском базаре Витебске. Он через музыку смог выстроить крепкие связи с десятками стран. Замечательный вальс «Помнит Вена». Мы какое-то интервью смотрели вместе. Один человек очень серьезно говорил, что он в 1945 году пел эту песню. Но Игорь Михайлович написал ее гораздо позднее. Но вы видите, как человек воспринимает, который прошел войну, что это песня тех лет. Это значит, что-то есть в этом особенное. Последние овации народному артисту простились с Игорем Лученком под давней артистической традицией. Под аплодисменты. Похоронен композитор на Восточном кладбище Минска. Елена Бормотова, Виктор Шпак, агентство теленовостей.